МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Воробьёвы горы станут ближе. Глава Чувашии подписал соглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом. Новый облик столичного Арбата. В Чебоксарах приступили к благоустройству бульвара купца Ефремова. Ястребы в Суперлиге-2. Чебоксарская команда бросила вызов тамбовским баскетболистам. Сегодня во всем мире отмечают день, навсегда изменивший жизнь всего человечества. 56 лет исполнилось момента первого полета человека в космос. Это стало началом новой эпохи. В Чувашии, где есть трое покорителей космоса, этот праздник особенный. Сегодня во всем мире отмечают день, навсегда изменивший жизнь человечества. 56 лет исполнилось момента первого полета в космос. Это стало началом новой эпохи. В Чувашии, где есть свой родной покоритель космоса, этот праздник особенный. По традиции, 12 апреля в Чебоксарах начинается с возложения цветов к памятникам Гагарину и Николаеву. Космонавта-3 чтут так же, как и его звездного предшественника. Юрий Гагарин был и останется первопроходцем. А Андриан Николаев – участник первого многосуточного полета в истории космонавтики, первого группового полета космических кораблей, первого военного эксперимента на орбите. Он – человек, благодаря которому о маленькой Чувашии узнал весь мир. А перед земляками открылись новые возможности. Три, два, один, поехали! В Чебоксарском ботаническом саду сегодня появилась новая аллея. Каким образом биологам удалось объединить год экологии, День космонавтики, узнаете далее. Они были первыми. Так называется мемориальная экспозиция растений. А посвящена она первому отряду советских космонавтов. Список героев, покоривших околоземное пространство, можно увидеть на специальном стенде. Дело в том, что первая специальность нашего космонавта, первого космонавта Чувашской республики, Николая Андрея Григорьевича Николаева, была посвящена растениям. Он окончил морпосадский лесной техникум по выращиванию растений. И это его специальности он поработал, прежде чем посвятить свое дело космическим полетам. Розы, тюльпаны, пионы. А всего более 60 видов цветов. Кустарники, деревья, лечебные травы. Чего только не встретишь, гуляя в ботаническом саду. Теперь к ним прибавилась еще одна аллея. 80 растений уже посажено. Более трех лет готовился этому празднику, мероприятию. Они были первыми. Мы вместе с Михаилом Васильевичем Игнатьевым обсуждали очень долго, как его открывать, как она будет смотреться. Ну, это экспозиция. Площадь где-то у нас будет полтора гектара. Уже растения у нас, вот вы сами видите уже, растения, елки, ели, разные деревья. Они у нас уже посажены все. И растения, разные сорта роз. Ну, разных-разных сортов растений будут. Сейчас я вам все могу сказать, какие именно растения туда у нас будет. Мы это уже на следующей неделе будем сажать. А как красиво здесь будет летом, когда все зацветет. Недаром именно ботанический сад излюбленное место свадебных пар для фотосессий. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика. Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Волонтерский космический забег», посвященной 60-летию начала космической эры человечества. Организатор акции Федеральное агентство по делам молодежи Роспатриот-центр. Студенты 15 вузов провежали символическую дистанцию в 1957 метров на столичном стадионе «Энергия». 1957 метров. Цифра символичная. Именно в 1957 году наша страна запустила первый в мире искусственный спутник Земли. На стадион вышли энтузиасты спорта, представители добровольческих движений. Студенты республики выбирают здоровый образ жизни, полагаясь, например, первого космонавта Земли Юрия Гагарина и наших прославленных земляков, покорителей космического пространства Андриана Николаева, Николая Бударина и Мусы Монарова. Кто знает, может, среди этих студентов есть их будущие коллеги, которыми будет гордиться как Чувашия, так и вся Россия. Круг за кругом и заветная отметка в 1957 метров преодолена. Но все же победа для них не самоцель. Главное, чтобы пример любви к здоровому образу жизни стал заразителен для всей молодежи, рассказывают участники забега. Сегодня у нас отличная погода, так что мероприятие прошло очень здорово. Счастливайтесь, как наши космонавты преодолевать препятствия, и у вас все получится. Занимайтесь спортом. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В Московском госуниверситете имени Ломоносова накануне собрались ректоры высших учебных заведений России и стран ближнего зарубежья. Для чего, расскажет Ольга Пырочкина. В, пожалуй, главном вузе страны Московском государственном университете имени Ломоносова прошло заседание Совета Евразийской ассоциации университетов. В его же стенах подписано соглашение, благодаря которому Воробьевы горы станут ближе чувашским студентам и школьникам. Но обо всем по порядку. Евразийская ассоциация университетов это относительно новое название довольно старого объединения вузов. Она начиналась как ассоциация университетов СССР. Это были в основном столичные вузы республик. Когда не стало Советского Союза, Содружество сохранилось. Назвали Евразийская ассоциация. Сегодня 139 представлено вузов в этом списке. Это больше 40 стран. Среди этих 139 университетов Чувашский государственный университет имени Ульянова, который решает те же задачи, что и другие участники ассоциации. От финансирования до развития науки на своей базе. Основная цель существования Евразийской ассоциации как раз обмен опытом. Сегодня главная задача, на мой взгляд, вузов это очень быстро, оперативно, живо реагировать на вызовы рынка, на запросы работодателей. Практики сформировали самые разные. Опыт очень различный. И тем он интересен. Иногда не нужно изобретать велосипед. Надо просто воспользоваться опытом своих партнеров. И надо сказать, что они щедро с нами делятся своими наработками. Очень полезно то, что наш Чувашский государственный университет является членом ассоциаций уже более 20 лет. И мы за это время смогли установить очень хорошие контакты при поддержке руководства республики. Могу назвать такие вузы, как вузы Армении, допустим, Яйванский государственный медицинский университет. Это вузы Средней Азии, Казахстана, с которыми мы имеем многочисленные академические и научные обмены. В списке учебных заведений, с которыми налажено сотрудничество, есть и МГУ. Теперь оно станет еще активнее. Прямо на заседании Совета глава Чуваши и ректор Московского госуниверситета имени Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и вузом. Московский университет давно сотрудничает с Чувашей. Мы подготовили, наверное, тысячи ребят в разное время, хороших специалистов. Они работают, служат своей стране, служат России. А сегодня мы просто наметили новые горизонты, расширили сотрудничество, обмен студентами, преподавателями, научной тематикой. Будущее России за молодежью. Мы ценим эти отношения и будем создавать наиболее благоприятную среду. Последним вопросом повестки дня заседания было присоединение новых учебных заведений. Заявление поступило от семи вузов. Все они пополнят ряды членов Евразийской ассоциации университетов. Ольга Бырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Перед началом заседания Совета Евразийской ассоциации университетов глава Чуваши посетил музей истории МГУ. Заседание Совета Евразийской ассоциации университетов проходило в здании фундаментальной библиотеки МГУ. Перед ним стоит памятник одному из основателей университета графу Ивану Шувалову. Среди студентов есть примета, чтобы учиться хорошо, нужно присесть рядом с ним на скамейку. Бюст графа встречает и посетителей музея истории МГУ. Среди экспонатов уникальные документы, личные вещи преподавателей и студентов. Тех, кто стал выдающимися учеными, прославили страну, героически погибли на фронте. Главному университету страны больше 260 лет. Однако, один из экспонатов старше в 15 тысяч раз. Это плита из закаменелых водорослей возрастом 4 миллиарда лет, что практически равно возрасту земли. А этот экспонат показывает, что раньше студенты боялись не только плохих оценок. Это дверь университетского карцера. Сажали студентов не за то, что они там плохо учились, но мало ли, может, не успел выучить, не понял, а сажали в карцер за плохое поведение. Три дня на хлеб и на воду с туалетом там тоже не особо. Ну и вообще, иногда надо бы и так наказать. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения России, которое прошло в Москве под председательством вице-премьера правительства страны Ольги Голодец. Обсуждались итоги работы в 2016 году и задачи отрасли на 2017. Ряд важных постановлений сегодня рассмотрели члены правительства республики. В частности, в Минфине предложили утвердить реестр доходов. А Минэк внес корректировки в региональную программу. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Регионы страны продолжают формировать новую бюджетную политику. Теперь власти субъектов обязаны ввести реестр источников доходов. Предложение Минфина председатель правительства утвердил. Бюджетная система Российской Федерации представляется законодательным органом одновременно с проектом закона о бюджете. Данные требования распространяются, начиная с бюджетом на 2018-2020 годы. Данным проектом предлагается порядок формирования и введения реестра источников доходов республиканского бюджета и реестра источников доходов Терпомса. Реестра источников доходов – это свод информации о доходах республиканского бюджета Республики и бюджета Терпомса Чувашской Республики. Члены правительства внесли корректировки и в программу развития промышленности. В частности, дополняется государственная программа мероприятиями, реализуемыми автономным учреждением Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской республики, и на коммуникации Чувашии. Уточняются объемы финансирования в 2017-2020 годах. Всего за три года на развитие промышленности планируют направить более 30 миллиардов рублей. В региональном фонде продолжают отбирать прорывные проекты. Порядок отбора инвестиционных проектов по строительству объектов капитального строительства тоже сейчас находится на согласовании с прокуратурой инвестиции. Надо ускорять все-таки, чтобы пока механизм заработал, отбор проекта, посмотрели, чтобы по итогам года что-то можно было, по крайней мере, поанализировать результаты. Члены правительства рассмотрели новые правила применения материнского капитала. Теперь эти средства возможно потратить на товары, которые необходимы для социальной адаптации детей-инвалидов. Перечень обширный. В него входят дорогостоящие устройства и платные курсы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Бульвар купца Ефремова или Чебоксарский Арбат ждет реконструкция. К столетию Чувашии, 550-летию столицы и пешеходная зона и набережные, сам залив должны полностью преобразиться. Например, старые домиками с сувенирами навсегда исчезнут с Чебоксарского Арбата. Я считаю, и наша команда, которая занимается разработкой данного проекта, что это все, что мы сейчас здесь будем, будет развиваться как отдельный город мастеров. Это будет находиться здесь же, на территории залива. Будет интересно со стороны подачи. Это будет выглядеть как не какие-то сараи, как мы видим сейчас в данный момент. Планируется, что новый город мастеров вырастет возле национального музея. Причем тут должны разместиться только настоящие ремесленники, а не торговцы китайскими сувенирами, которые выдают их за изделия народных промыслов. А сам Арбат должен превратиться в прогулочную улицу с зонами для фотосессий, контактными скульптурами и уличными кафе. Территория вот этого бульвара, она предназначена не только для торговли, она другая и значимость этого бульвара совершенно иная. Есть сейчас понимание, как должен выглядеть залив вместе с Красной площадью. Это должна быть благоустроенная территория. Памятники истории культуры, особняки купцов Ефремовых, долгое время скрывавшиеся за торговыми палатками, наконец-то откроются взору. Этому факту рады и жители города, и гости столицы. Мне кажется, что это культурное место здесь, не место, наверное, торговли. Все-таки люди должны отдыхать, ходить там, ну, чтобы не это, торговли, чтобы не было здесь. А торговые лавочки можно вон туда на речной порт. Что касается ремесленников, то тут мнения разделились. Половина не хочет съезжать с насиженных мест, а другая считает, что перемены только к лучшему. Наши домики, те, которые находятся на Арбате, они уже пережили свое время. И сейчас вот то, что собирается залив изменять, менять там структуру всю эту, и нам предлагают новые варианты домиков. У нас очень богата республика мастерами, хочется сказать. И мы хотим, чтобы город мастеров действовал тем более, не только в летнее время. И наполнено было не китайским ширпотребом или фанерками раскрашенными, или сучками, растроганными с подписью Чебоксары, а чтобы все-таки были, это изделия мастеров. Сегодня в гильдии насчитывается около 300 мастеров, я уже это сказал. Поэтому думаю, что желающих вот как-то включиться в этот процесс, в то, чтобы это стало местом притяжения и туризма, и гостей, и жителей столицы, да, я думаю, желающих будет много. Планируется, что уже ко дню республики жители и гости столицы смогут пройтись по обновленному Арбату и посетить настоящий город мастеров. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Завтра в чистый четверг в Чебоксарах начнутся первые весенние субботники. Администрация Чебоксары, собрание депутатов приглашают жителей столицы принять участие в наведении чистоты. 13 апреля субботник пройдет в сквере имени Константина Иванова. Большой баскетбол в столице Чувашии. Чебоксарские ястребы впервые играют в финале Суперлиги 2. Соперники наших спортсменов – команда Тамбов. Первые две встречи Чебоксарский клуб провел в гостях счет поединков 1-1. Накануне матчевая серия переехала в столицу Чувашии. Как прошла третья игра в нашем материале. Борьба на паркете с первых минут завязалась нешуточно. Каждая команда старалась максимально владеть мячом и забить мяч в кольцо. В первом стартовом периоде это удалось сделать хозяевам площадки. Ястребы вели с разницей в 5 очков. Однако во втором игровом отрезке гости из Тамбова вышли вперед. На большой перерыв команды уходили со счетом 37-36. Хотелось бы, чтобы наши выиграли. Ребята молодцы и очень неплохо себя показывают. Переломил ход игры начало третьей четверти. Тамбовчане пропустили первыми, но сумели за 37 секунд набрать 8 очков подряд. 45-38. За оставшееся время ястребам не удалось даже сравнять счет. Шанс на спасение появился за несколько минут до финальной сирены. Шебоксарская команда сократила отрыв до 2 очков. Но победа ускользнула из когтей ястребов. Итоговый счет на табло 69-63 в пользу гостей. Счет в серии 2-1. Мы сегодня в напряженной борьбе уступили. Тяжелые игры, очень напряженный график, очень много переездов. Видимо, все это сказалось. Еще груз ответственности не хочется облашать перед нашими любимыми болельщиками. И те задачи, которые были поставлены перед командой, они маленько не выполнили. И нам маленько не повезло. Но команда Тамбов очень сильная, опытная команда. Она просчетов таких ошибок не прощает. И поэтому нам было сложно сломать ход игры в свою пользу. Я думаю, завтра все получится. Самым результативным игроком матча признали разыгрывающего гостей Кирилла Бакленева. Он набрал 23 очка. У ястребов более 10 очков смогли набрать Павел Кольцов и Павел Жуканенко. Впрочем, исход игры чебоксарским болельщикам настроение не испортил. Ястребы! Ястребы! Вперед! Четвертая игра началась сегодня в 18.30. По ее итогам станет ясно, переедет ли финальная серия снова в Тамбов или победитель Суперлиги 2 станет известен в Чебоксарах. Прямая трансляция игр на сайте Российской Федерации Баскетбола. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте ntrk21.ru. А я с вами прощаюсь. До завтра.